Добрый вечер! Это новый выпуск ежедневных новостей Донбасса. Каждый день мы рассказываем о самых важных событиях в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии фронта. Бахмутское направление остается самым тяжелым в боях на Донбассе. Именно там оккупанты сосредоточили все свои усилия. Россияне нанесли авиаудары вблизи Солидара, Зайцева и самого Бахмута. Этой ночью в городе спасатели ликвидировали последствия обстрела. Пожар на территории предприятия «Газкомплекс Групп» тушили около пяти часов. Один человек пострадал, получил ранение от обстрела. Также армия РФ обстреливает села под Славянском. По данным Генштаба, в направлении Богородичного оккупанты пытались вести разведку боем, но были вынуждены отступить. А на этих кадрах воронка в угледаре. Так выглядят последствия удара российской ракеты. Всего за эти сутки насчитано 12 вражеских обстрелов по Донецкой области. Под огнем оказались 8 населенных пунктов. Среди них Авдеевка и Торецк. Четыре жителя Донеччины погибло. Уничтожено 6 жилых домов, цеха коксохимического завода и линии электропередач. Продолжаются обстрелы на оккупированной части области. Сообщается о прилетах в Киевском районе Донецка. Жители продолжают подрываться на минах-лепестках, известно пострадавшим в Кировском районе. Также были слышны взрывы в Горловке. В соцсетях местные публикуют фото результатов обстрела. Группировка ДНР заявила о двух погибших и девяти раненых гражданских за эти сутки. Проблемы с водой оккупационной администрации до сих пор не решили. Местные жители уже полгода вынуждены собирать дождевую воду, простаивать часами в очередях во время подвоза и делятся в соцсетях собственными изобретениями. Небольшая разработка водостомжения. Вот бачок, трубочка, насосик идет, подключается к системе водопровода. В итоге открываем краник, идет горячая вода. На захваченной части Луганщины оккупанты начали охоту на фермеров. Молоко хотят покупать за бесценок по 7 рублей за литр. Такие расценки, по словам главы области Сергея Гайдая, не позволят фермерам даже выйти в ноль. Но другого выхода у людей просто нет. Продавать россиянам свою продукцию они вынуждены, чтобы получить хоть какую-то копейку. Остановить производство невозможно. Животным необходим корм и уход. Как отметил Гайдая, в прошлом году за литр молока фермерам предлагали по 20 гривен. Это в 7-8 раз выше, чем те цены, что озвучивают сейчас оккупанты. Тем временем в оккупированных городах россияне продолжают принудительную мобилизацию. Оставшихся мужчин найти уже не так-то просто. За информацию об их местонахождении в небольших городах оккупанты предлагают вознаграждение по 60 тысяч рублей. При этом учет погибших мобилизованных россияне не ведут. В самой группировке ЛНР мобилизованные отказываются воевать на территории Донецкой области. Как поясняют в украинском центре противодействия дезинформации, среди боевиков есть разделение между луганскими и донецкими. Они отказываются воевать за так называемые соседние народные республики. Также весомая причина – большие потери. Видя, что происходит на фронте, мобилизованные пытаются как могут избежать подобной участи. Да и компенсации за смерть семьям выплачивают гораздо меньше, чем за гибель российского солдата. А вот в Мариуполе мобилизацию оккупанты начали проводить уже в открытую. Местным жителям приходит СМС-сообщение с предложением вступить в ряды группировки ДНР. В обмен на свободу и жизнь предлагают 200 тысяч рублей. Якобы столько боевики будут платить в месяц. Инспектировать закваченный город приехал зять Кума Путина Виктора Медведчука Андрей Рюмин. Якобы он приехал в Мариуполь в качестве гендиректора ПАО Россети. Рюмин проверял восстановление электросетевых объектов города, а также побывал в ряде других оккупированных россиянами населенных культов Донецкой области. Это все на сегодня, но больше информации в нашем телеграм-канале «Дежурный по Донбассу» тут на ютубе. Ждем вашу подписку и комментарии под видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok